Я Дмитрий Иванович Лысаковский, ЗАСИМ. Ухожу штурмовать. Вернусь хорошо. Не вернусь, посмотрим, расскажем, покажем. Верьте в беспилотную авиацию, верьте в силу ума, верьте в силу интеллекта. Никакая армия, пожалуйста, не ходите служить в МО. Никогда в жизни. Это абсолютно наоцидная система. Особенно в Донецке мобилизационные полки. Интеллекту здесь делать нечего, и ничего вы здесь хорошего не добьетесь. Ваша задача здесь сдохнуть и сделать так, чтобы Комполка, отчитываясь наверх, выглядел хорошо. Это его личные крепостные и распоряжаются нами ровно так. Театров пока не устраивал для крепостных, но общая ситуация такова. Всем привет. Эрнест, Гудвин, 87-й полк, 1-я Славянская и прочее. Ну, как это говорится, некоторые свистели, а мы, не знаю, может быть, отлетались. По-всякому бывает. Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделения беспилотки с позовенными Эрнест Гудвиной Большой получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Без объяснений причин, просто-просто, хотя мы их прекрасно знаем, что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, непонимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, ну, отправил нас с такой задачей. Множество людей бросилось нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача, максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. Ну, скажем так, вот я и Гудвин на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг. И такие, как злой, ну, пусть они себе живут там, сами. Скажем так, допомню товарища Эрнеста, дело в том, что под крылом товарища Злова в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, некто Сергей Вячеславович Смолкин со своей замечательной девушкой Кристиной Леонидовичей, не знаю, как вы там по фамилии, занимается торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование. Ну, как минимум старшее, да? Вот. И поскольку мы в этом никак не участвуем, всячески к этому противодействуем, то основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили. Потому что мы на эту тему располагаем достаточно информации о том, кто, что, где и как. Кроме того, видимо, откуда-то из Вашингтонского обкома пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Товарищ Злой взял под козырек, уж не знаю, как ему эту команду передали, и ликвидировал лучший расчет БПЛА, который исправно поставлял информацию о найденных целях. И если вдруг я не прав, а я, скажем так, не думаю, что я не прав, ну, пожалуйста, пусть докажут обратное, пусть предъявят хоть одну уничтоженную нами цель. Дело в том, что все, что мы доставляли, всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба, и не уходила выше для того, чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того, чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того, чтобы они продолжали носить удары по территории РФ. А как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможности им передать информацию и выше, пришла команда, а давайте-ка закопаем Эрнеста, Гудвина и всех, кто вообще к этому причастен. Звание героя ДНР не делает человека героем. Звание героя ДНР даже не делает человека порядочным. Запомните раз и навсегда. Первое, наркотики в полках зло, потому что они разрастаются дальше. Второе, информацию нужно отрабатывать, а не гордиться ее наличием. И третье, если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман, сучки выкрашенные. Что ж такое-то? Можно понять, что войну надо сначала выиграть, а потом прибыль-то делить? Сколько раз говорили, воруйте с прибыли, не с оборота, поймите вы эту простую истину. С поступления. Вот именно. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Отдельный комплимент каналу Кате Валя, который нам поставил восстановленные мавики по цене новых. Но это ладно, это другая история. Меня зовут Дмитрий Иванович Лосокурский. Я записываю это сообщение, находясь где-то на позиции 36 в районе населенного пункта Мемрик. Весь отряд по полу дальней разведки был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту и отправлен штурмовать. Наш командир полка с позывным «злой» Игорь Викторович Пузик несколько дней назад уже доложил о взятии населенного пункта Лисовка. И, естественно, это неправда. Ничего там не взято. Туда иногда только заходят наши группы, группа союзников, которые все уничтожают. Эта информация, эта ситуация не уникальна. Так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. Это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Так вот, запомните, войну надо называть войной. А полидателей, которые лгут, надо расстреливать. Иначе войны не будет. А будет договорничок и рыночная экономика. Но это я отступил немножко. Итак, наш расчет дальней разведки, который исправно поставлял информацию... Тюм, у кого нужно, у того есть. Который исправно поставлял информацию о целях на той стороне фронта, был уничтожен Игорем Викторовичем Злым, который является, скажем так, находится под влиянием человека, который напрямую контактирует с западными разведками, который странно как прошел все возможные фильтрации. Я имею в виду Олега Николаевича Владимирова. Прямых доказательств этого несколько. Во-первых, наличие у него связей и родственников на Западе. Он сам родом из Запорожья. Да, он говорит, что в контрах со своими родителями, которые придерживаются проукраинских взглядов. Но, скажем так, с появлением этого человека, эффективность действий полка, как только он, вернее, не как только он появился, а как только он установил свое влияние на Игоря Викторовича Пузика, который, ну скажем так, может быть, когда-то он и был хорошим человеком, но характеристики об этом я не слышал, сколько не собирал. Впрочем, не суть важна. Те ведомства, которые... О, кассеты пришли. Хорошо. Вот. Те ведомства, с которыми я наехался в полном контакте, дали мне примерно такую же характеристику на него. Значит, Игорь Викторович Пузик сделал все для того, чтобы полк перестал эффективно работать. Сейчас полк полностью выводится из Донецка для того, чтобы Игорь Викторович Пузик, используя свои коррупционные связи в администрации Пушилина, мог заняться отжимом имущества, которое занимает полк. Ну, естественно, это будут делать уже люди в администрации нынешнего Донецка. А Игорь Викторович Пузик выполняет роль кулака, зачищающего, собственно, территорию. Уничтожен был расчет. Сейчас расчет пойдет штурмовать и, скорее всего, оттуда не вернется. Уничтожено оборудование, все вывезено. Куда делось, неизвестно. Скорее всего, его правая рука с позывом «Казак» каким-то образом обналичит имеющееся оборудование, как это обычно и делалось. Деталей не знаю. Честно говоря, я не посвящен детали этой схемы. Также для того, чтобы моральное разложение полка прошло и дальше, Игорь Викторович Пузик всячески крышует наркоторговлю в полку. Наркоторговля, а возможные производства, осуществляется человеком с позывом хитрый. Он же Смолкин Сергей Вячеславович. И его сожительницей Кристиной Леонидовной, проживающей где-то на улице Зои Космодемьянской в Нагладковке в Донецке. Ну, собственно, пока что мне о других подвигах товарища Пузика, товарища Владимирова, Олега Николаевича Владимирова, мне неизвестно. Но, по моему взгляду, сделано уже достаточно. Я пишу это сообщение на тот случай, если я не вернусь из штурма. И только в этом случае это сообщение будет иметь какую-то силу. Но как-то так.